Коммунальный детектив Коммунальный детектив Коммунский детектив Коммунальный детектив Как сегодня переживаете Этот период карантина Что у вас происходит Для нас это сложный период Мы обязаны обеспечить надежность И для того чтобы это сделать Мы должны обезопасить наших работников Максимально Мы защищаемся Мы используем все средства Массы, индивидуальной защиты Масски, дезинфекторы различные Мы разделяем потоки, мы стараемся привозить на предприятия отдельный оперативный персонал, отдельный ремонтный персонал. Кроме того, максимально всех, конечно, на удаленку отправили, кто имеет возможность работать дома. Поэтому делаем все для того, чтобы минимизировать эти риски. Кто работает непосредственно на сетях, они должны присутствовать? На сетях немножко сложнее. Здесь, конечно же, людям приходится выходить в город для того, чтобы проводить осмотры или ремонты тепловой сети. Я сейчас больше имел в виду про тепловые источники, про наши станции. Как будто не было, несмотря на карантин, несмотря на коронавирус, лето наступит. А лето – это всегда ремонтная кампания. Насколько к ней готово? Да, действительно, вопрос непростой. Нам необходимо готовиться к будущему отопительному сезону, который, безусловно, наступит, несмотря на все вирусы, которые сегодня нас настигают. И мы, на самом деле, готовимся уже с зимы к новому отопительному сезону. Мы топливо сейчас закупаем, потому что цена позволяет купить немножко больше, чем хотелось раньше. И с точки зрения организации ремонтной кампании, конечно, никто не отменит ни испытания тепловых сетей, ни ремонта тепловых сетей, ни ремонта котлогрегатов идут своим графиком. Поэтому вирус вирусом, а работу мы свою делаем. Даже несмотря на то, что если карантин продолжится, у вас работа будет кипеть? Мы будем так организовать работу, чтобы она была выполнена вся, обязательно в срок, и в то же время минимизировать риски по собственному персоналу. Сколько человек сейчас работает у вас? Ну, если брать какую-то смену одну, которая находится в выходной день на работе, то, допустим, по Мурманскому ТЭЦ это порядка 50 человек, по Апатитскому ТЭЦ чуть больше. Если мы берем будний день, то к ним добавляется необходимый ремонтный персонал, который выходит на те ремонты, которые невозможно остановить, которые нужно закончить в срок. Но опять же, с тем, чтобы мы минимизировали контакт между работниками, мы разделяем их по сменам. В один период одни выходят, в другой период другой выходят, на проходной они не встречаются. В общем, делаем все, чтобы не заболели наши работники. Летняя ремонтная кампания всегда это большие затраты. И чтобы эти затраты, эти деньги вложить, нужно получить. Какая сегодня платежеспособность людей, насколько они готовы платить. Или сегодня я получу возможность некой, не то что от срочки, они не получают пение, они не получают штрафы. И некоторые, вот насколько я знаю, насколько я вижу, решили ситуацией воспользоваться и не платить вообще. Да, Анастасия, вы затронули самый больной вопрос в текущем периоде для нас. Конечно, нам для того, чтобы обеспечить ремонтную кампанию, для того, чтобы в свое время топливо закупать, нам необходимо ритмичное поступление денежных средств, которое раньше всегда происходило более-менее бесперебойно. А вот сейчас, в начале апреля, мы увидели некую тенденцию на снижение поступлений по тепловой энергии, за тепловую энергию. И мы сильно беспокоены этим. Отчасти, я думаю, что это связано с тем, что, как вы сказали, люди воспользовались ситуацией и считают возможным не платить. Отчасти, кто-то потерял работу и действительно не имеет денежных средств. Но в целом, я, конечно, надеюсь на то, что мурманчане хотят следующую зиму провести с теплом, как и мы. И, конечно же, для всех понятно, что платежи и готовность теплоснабжающего предприятия – две неразрывные вещи. Это просто нужно делать не потому, что это хочется Мурманской ТЭЦ или ТГК-1, и нам нужно на этом заработать. Разумеется, нет. Я вам скажу такую вещь, что Мурманской ТЭЦ с начала операционной деятельности 2005 года до сих пор находится в убытке. 1,4 млрд рублей. Убыток не погашенный за все это время. Хотя с 2010 года мы начали генерировать небольшую прибыль, но, тем не менее, ситуация сложная остается экономически и финансово в обществе. И мы очень сильно зависим от их платежей. 1,4 млрд – это не платежи чьи? Или это общие и физические лица? Это накопленный убыток с 2005 года по компании. Он был и 3,4 млрд рублей раньше, затем мы стали приносить прибыль и немножко компенсировали его. Но, тем не менее, ситуация остается сложной. И мы очень заинтересованы в том, чтобы платежи были ритмичные именно сейчас. Это очень важно, потому что хочу отметить, что если долги копить, накапливать их, и через 2-3 месяца образуется задолженность больше 10 тысяч, больше 15 тысяч рублей, у нас достаточно дорогая гигакалория, то, конечно, погасить их будет еще сложнее. И я предлагаю мурманщанам подумать об этом и все-таки постараться погасить их своевременно, без задержек. Сейчас можно устроить планы, но мы, конечно, надеемся, что коронавирус будет побежден. И наступит действительно лето, отпускной период, когда будет разрешено, и мы сможем, это будет безопасно куда-то поехать. И когда мы куда-то захотим поехать, нам нужны будут наши накопления, наши деньги, наша зарплата. И отпускные не на оплату коммунальных платежей, а на то, чтобы поехать в отпуск. Поэтому для этого тоже важно платить вовремя, чтобы потом, как снежный ком, эта нагрузка на плечи не легла мурманщанам. Да, вы совершенно верно сказали, поэтому подтверждаю еще раз, что, конечно, мы очень ждем от мурманщан оплату именно в текущем периоде, в апреле, в мае, для того, чтобы начать ремонтную кампанию, для того, чтобы купить топливо, пока оно сейчас у нас находится на достаточно низком уровне. Я хочу отметить, что мы для того, чтобы снизить свои расходы, занимаемся в том числе тем, что покупаем топливо на пике снижения. Вы все знаете, что нефтедурный рынок снизился на какой-то момент, сейчас сделка по ОПЕК-плюс восстановилась, поэтому мы ждем снова, ожидаем повышения цены мазута. Но нам удалось законтрактовать достаточно большой объем мазута по достаточно низкой цене. И это очень важно для снижения расходов компании, для того, чтобы не быть убыточными, для того, чтобы меньше субсидироваться и так далее. То есть мы этим занимаемся точно абсолютно. То есть мы не занимаемся тем, чтобы собирать деньги для того, чтобы покупать дорогое топливо, для того, чтобы выполнять дорогие ремонты. Конечно, компания оптимизирует свои расходы и экономит на чем может, но реалии таковы, что на сегодня у нас весьма сложная ситуация и по топливу, и по ремонтам. Давайте представим такую картинку. Конечно, не хочется, чтобы это было, но просто представим. Практически апокалипсис в коммунальной сфере не платит никто. Что будет? Вы знаете, какое-то время, наверное, мы еще сможем обеспечить месяц-два жизнеспособность. До конца топливного сезона, конечно, дойдем обязательно точно, потому что есть банки, есть кредитные учреждения, есть наша главная компания, которая, наверное, выдаст нам какой-то займ, и мы до конца сезона дойдем. Но как начинает следующий отопительный сезон, мне, честно говоря, не представляется понятным. Поэтому это временная мера, мы не сможем с этим апокалипсисом жить долго. Либо нам придется откладывать начало отопительного сезона, либо принимать какие-то другие решения на уровне федерального областного правительства в части поддержки таких теплооснабжающих организаций. Давайте не будем допускать апокалипсиса. Вот, я хочу рассказать об апокалипсисе в этом, чтобы его не допустить, чтобы каждый понимал, что если он не платит сегодня, то, возможно, завтра ему придется мерзнуть и ждать отопительный сезон, который наступит позже. Я так никогда не скажу, что мы не начнем отопительный сезон, мы его всегда начнем, мы от социально ответственной организации, но мы можем начать его с различными сложностями. Позже, потому что не смогли начать, да, с авариями хочу постучать сразу зимой, которые никому не нужны, ни нам, ни мурманчанам, разумеется. Поэтому надо идти в нормальном, обычном ритме. Сейчас ничего не изменилось, через пару-тройку месяцев все закончится с точки зрения вируса, а тепло нужно обязательно всегда, и летом оно нужно в части горячего возоснабжения, и зимой, конечно, точно нужно. Мы начали с вами говорить как раз про физические лица, которые, возможно, задерживают плату, или сейчас не знают просто, как лучше поступить, куда лучше эти деньги направить, или в кубышечку сложить, и пусть они лежат. А как ведут себя юридические лица? Да, мы получили массу обращений от юридических лиц, малого и среднего бизнеса, да и большого бизнеса, в том числе, с вопросами, давайте сделаем осрочку, потому что такая ситуация в стране. Конечно, мы пристально будем рассматривать каждую ситуацию, внимательно посмотрим на все возможные рассрочки, которые мы можем предоставить или не предоставить. Но вообще, вы же понимаете, что если каждый будет пользоваться такой ситуацией, то наша компания не сможет существовать. Но вы же не можете к ним прийти, а давайте мы вам потом дадим. Конечно, да. Вы абсолютно правильно сказали, в том смысле, что в отличие от магазина, мы всегда отпускаем авансом тепло, а затем уже просим свои деньги обратно. Поэтому, конечно, только в исключительных случаях мы будем рассматривать и предоставлять такие отсрочки, а в остальных предлагаем все-таки считать это обязательным платежом, так же как связь, так же как забота о своем здоровье, тепло в русске необходимо. А кто к вам обращается больше? Маленькие компании, маленькие магазинчики или большие все-таки гиганты? Пока маленькие, средние, маленькие и средние. У гигантов все-таки есть, наверное, никак какие-то накопления, запас прочности. Ну да, да, все смотрят на ситуацию, как будет предоставляться гарантия от государства, возможно, какие-то. Наверное, ожидают пока, смотрят еще. А многие, может быть, понимают в том, что тепло, безусловно, должно быть оплачено. Это тот ресурс, который должен быть сгенерирован путем покупки топлива. А у нас, вы знаете, это же не труба, которую можно перекрыть с газом. У нас мазут, который нужно привезти из Башкортостана. И поставщик просто не отгрузит, это же очевидные вещи. Уже можно говорить о каком-то процентном самоотношении? Сколько платили два месяца назад, сколько платят сейчас? Вы знаете, вот еще неделю назад я предполагал, что будет ситуация несколько хуже. И первая неделя апреля была очень плохая для нас. Но вторая неделя показала, что мурманщане на самом деле люди ответственные. И вот сейчас платежи пошли. После выпуска квитанции, выхода и разноски квитанции по физическим лицам, пошли платежи. И я смотрю, что мы выравниваемся, мы, в принципе, выходим на уровень прошлого года. Действительно, мурманщане к этому относятся очень ответственно и понимают наши проблемы. Ну, возможно, еще потому, что появился сервис, когда почта России приходит домой, можно заплатить. Когда пенсионеры получают пенсию, сразу же имеют возможность тут же, сидя у себя дома, оплатить квитанции. Мы сейчас работаем над вопросом синхронизации вот этого прихода почтальона с приносом пенсии и возможностью одновременной оплаты. Потому что сейчас, в настоящий момент, несколько позже наши квитанции приходят, чем приходит почтальон с пенсией. И мы постараемся сделать, чтобы это было комфортно, удобно. Возможно, сместим сроки выпуска квитанции на начало месяца. Постараемся сделать максимум для этого. Потому что мы, в первую очередь, заинтересованы в получении ритмичных платежей. Ну и, конечно, нужно обратить внимание на все онлайн-сервисы, которые сегодня доступны. Очень быстро ими пользоваться. Если кто-то из старшего поколения, допустим, не умеет, уверен, что люди среднего поколения, молодежь особенно, конечно же, могут легко помочь им. Либо заплатить за них и получить свои деньги наличкой. Либо помочь научиться этому процессу. И в дальнейшем уже будет еще проще. Вот мы сейчас имеем больше 50% онлайн-платежей. Это на самом деле маленькая цифра. Я думаю, что в современном мире она должна быть уже и больше. И вот коллеги там некоторые делятся опытом, что у них и по 90% есть онлайн-платежи. Особенно в такой ситуации, как сегодня, это просто необходимый инструмент. У вас сейчас есть возможность просто обратиться к нашим телезрителям, которые, ну, в основном, конечно, физические лица, некоторые руководители своих небольших компаний, чтобы объяснить им, что нужно платить. Вот если двумя фразами, тремя, как бы вы сказали? Как вот до людей достучаться? Мы уже все это сказали на самом деле, потому что нам всем нужно тепло зимой в Мурманске. Это первый и безусловный ресурс, который нам нужен всем зимой. Чтобы его получить, нужно иметь возможности его изготовить. Чтобы его изготовить, нужно купить топливо, это самое главное, и сделать какой-то хотя бы минимальный ремонт. Вот, ну, я хочу отметить еще момент такой, что, ну, есть предприятия, особенно бюджетные сферы, которые получают ритмичную заработную плату, не имеют никаких проблем в сравнении с предыдущим месяцем, допустим. Мне кажется, что вот эта категория персонала должна просто обязательно в порядке, не пропуская ни месяца, несмотря на любые обстоятельства, безусловно, оплачивать эти платежи. Что касается остальных, конечно, мы уже сказали про пенни. Мы пенни начислять не будем, есть указ президента, мы понимаем тоже ситуацию. Но это не означает, что долг надо копить, потому что для нас критически важно сегодня, я прошу всех мурманщан, не то, чтобы войти в наше положение, а просто еще раз для себя понять, важно тепло зимой или нет. Если важно, то нужно заплатить счет. Станислав Альтиныч, мы напрямую платим ресурснику за ту энергию, которую мы получаем, за тепло, которое получаем. Но есть еще два момента. Первое, не все, насколько я знаю, управляющие компании перешли на прямые платежи, и все-таки есть какие-то деньги, которые идут через них. И второе, это общедомовые ресурсы. Как сейчас платежи по этим категориям? Да, действительно. Ну вот я хочу еще раз подчеркнуть, что мы много лет уже считаем, и моя уверенность не уменьшается, в том, что платежи должны быть прямые всегда и обязательно. Потому что весь опыт работы с управляющими компаниями, несмотря на все заверения руководителей управляющих компаний, несмотря на все графики и так далее, показывает нам, что долг накапливается. Если не прямые платежи, долг накапливается, и с этим долгом никто не работает. Поэтому выход один, только прямые платежи. Абсолютно точно мы знаем массу уголовных дел, тоже не хочется никого пугать, но управляющие компании, которые отказывались от перехода на прямые платежи, мы знаем, какие приговоры по их руководителям есть. Ну они получали деньги на свой счет, тратили по своему усмотрению, иногда тратили в принципе на благо, на какой-то ремонт, но эти деньги все-таки не на ремонт, не на содержание, не на зарплаты сотрудникам, не на отдых, руководство, не на какие-то командировки, а на ресурсника. И деньги просто задерживались, а это уже уголовная ответственность. Да, и так, и заключались странные подрядные договоры в этих управляющих компаниях, как полиция потом выясняла. Ну когда просто выводят деньги на другие компании, компании однодневки и ваши денежки уехали. Поэтому здесь завершая, конечно же, обязательно прямые платежи, и мы безусловно на этом настаиваем, и даже вот сейчас есть некоторые случаи инициации от новых управляющих компаний, а давайте мы будем собирать, мы гарантируем полное перечисление в ваш адрес на следующий день, как положено по закону. Такого не было и не будет, это вот я знаю точно, это проходили много раз, с 2010 года мы этим занимаемся, 10 лет. Ни одного такого случая не знаю, кроме некоторых ТСЖ, возможно, которые и то, и то там в чем смысл. Там, значит, остается платеж на прежнем уровне, снижается потребление дома, установятся счетчики, проводятся какие-то энергоэффективные мероприятия, и за счет вот этой дельты, которую управляющая компания или ТСЖ получает, они финансируют некие новые мероприятия, опять же, по дому, которые им требуются. Это нормальный путь, но должна быть обязательно экономия в том ресурсе. Если же это ровно то, сколько мы выставили, столько заплатить, разумеется, будет часть неплательщиков, и с ними нужно работать. С ними работаем только мы, управляющая компания с ними не работает. Вообще-то лишние затраты, это ресурсы, это люди, это зарплата. Объясните мне, зачем это им нужно? Им это не нужно, поэтому отдайте прямой платежи нам, мы этим будем заниматься, безусловно. Это наша ответственность. Что касаемо общедомового потребления, да, действительно, это ответственность управляющих компаний, и, конечно же, они обязаны снижать все издержки, все потери, которые у них есть в подвалах, в сетях, в регулировании, в протечках и так далее. В общем, это их интересно, на самом деле, снизить общедомовые нужды. Они должны этим заниматься, во-первых, во-вторых, должны их, безусловно, оплачивать. И, конечно же, второй сегмент, о котором я хотел бы упомянуть, это обязательность оплаты управляющими компаниями этого потребления. Да, мы тоже не будем начислять пени, как по группе населения, так и по группе управляющих компаний, но, опять, я прошу обратить внимание, что это те же деньги, фактически, которые должны мы получить для обеспечения надежной работы в текущем сезоне и подготовки к будущему сезону. Это для нас, опять же, критично. Поэтому прошу всех руководителей управляющих компаний обратить особое внимание и не запускать, не накапливать этот долг, потому что в отношении управляющих компаний у нас есть некие возможности, вплоть до отзыва о лицензии, которые мы можем заявлять. И не хотелось бы этого доводить, у нас уже сложившись со многими отношениями, но предлагаю их продолжить в хорошем ритмичном рабочем ритме. Это как все знакомы, они скажут, что нам не платят, мы вам не платим. И вы, соответственно, дальше не можете оплатить инструменты или необходимое оборудование для модернизации. Ну, можно вопрос разделить. Вот есть квитанция по теплу, если там есть неплательщики, мы с ними работаем. Если есть квитанция за содержание и ремонт, у управляющих компаний есть неплательщики, они также с ними работают. Это нормальный процесс, у каждой компании есть юристы, это их работа, они должны отрабатывать. Поэтому взыскиваем и возвращаем. Часто ли судите с управляющими компаниями, с потребителями, с физическими лицами, юридическими? Да. Судеб процессов очень много у нас. К счастью, ситуация немножко выравнивается. Я думаю, что раньше, когда таких процессов было меньше, часть людей думала, что пройдут сроки исковой давности, я не заплачу, и потом как-то спишется этот долг. Но сейчас мы вышли уже в ритмичное взыскание, и в принципе, я думаю, что многие люди поняли, что нет смысла все равно будет взыскиваться и основной долг, и пение, если их по закону можно взыскать, эти пения. То нет смысла копить и проще заплатить. Кто-то пересмотрел свою позицию. А есть какая-то планка, что вы идете в суд, когда человек накопил такой-то долг? Абсолютно точно. Мы никогда не выходим за трехлетний период исковой давности. То есть кто-то надеется, что мы за него выйдем, и долги будут списаны. Ну, нет, не выйдем. Мы обязательно выйдем раньше, чем три года. Дядя Петя сидит и думает, что про меня не вспомнит такая большая компания. Абсолютно точно вспомним. У нас работа систематизирована. Есть специальный юридический блок в компании, есть автоматизация в компании, где можно четко отследить. И есть графики взыскания, которые исполняются. И все-таки 10 тысяч или 20 тысяч или 30 тысяч к из этих сумм является поводом для обращения в суд. Ну, так мы не подходим к вопросу. Мы больше подходим, наверное, к вопросу по длительности задолженности. Когда она последняя задолженность была. Ну, и смотрим, опять же, исходя из этого фактора, чтобы не выпустить задолженность за пределы исковой давности. То есть если месяц или два, человек может быть уехал или в больницу лежит. А если уже полгода не оплачивает? Да, то уже возникает вопрос, начало этой работы. Ну, сейчас я хочу сказать, что если раньше мы, когда только переходили на прямые платежи управляющей компании, мы массово выкупали долги населения, тогда было очень много старых долгов. Долгов двух, двух с половиной летних. И тогда было сложно этот поток весь обработать. Сейчас работа более-менее налажена ритмично. Мы подходим к примерному сроку год. Выше года у нас такой задолженности уже не будет. И то есть всегда, где-то после полугода задолженности такая работа будет начинаться. Ну, а если задолженности год, она точно абсолютно охвачена будет судебной работой. В этом сомнений нет. И эта работа будет еще дальше усиливаться, и срок задолженности будет снижаться, который мы можем допустить. В общем, найдут где угодно, и заплатить придется все равно. И даже если не платишь период коронавируса, так понимаешь, что все равно через какое-то время начнутся тоже судебные процессы. Все верно, но это все на благо. Это нужно не для того, чтобы заработать прибыль. Мурманская ТЭЦ или Апатитская ТЭЦ, для того, чтобы обеспечить надежную нашу работу. Что этим летом планируется? Какие новшества? Какие ремонты? Может быть, запуск каких-то новых систем? Что касается Мурманская ТЭЦ, мы, конечно, давно уже подходим к вопросу модернизации наших тепловых сетей. Мы с каждым годом, к сожалению, констатируем увеличение аварийности в наших сетях. Мурманская ТЭЦ замечает, что один-два раза в год случается какая-то более-менее серьезная авария, которая оставляет без тепла на какой-то небольшой период времени, до 12 часов, до 16 часов, группу домов. Мы, конечно, быстро ее ликвидируем, но этот вал нельзя допустить наращение этого вала. Нужно делать, конечно, профилактические ремонты. Многим сетям у нас уже 30 лет и 40 лет, и 45 лет. Так, разумеется, проводим экспертизу промышленной безопасности, они допускаются в эксплуатацию, но ситуация ненормальная, и мы, конечно, должны прийти к какой-то программе модернизации. Для Мурманска это просто очень важно. Объяснять здесь тоже особенно нечего. Для того, чтобы это сделать, можно идти двумя путями. Наверное, может быть, какой-то был бы правильный и путь незатратный. Это получить целевую программу, федеральную программу целевую, либо областную программу целевую, и заняться реновацией сетей Мурманска ТЭЦ, Мурманнергосбыта, других ресурсонабжающих организаций, которые занимаются областнабжением. Это такой путь. Второй путь – это возможность остаться, допустим, в прежнем действующем тарифе, и все-таки провести такую реновацию. Здесь возможно только благодаря снижению стоимости топлива. Если топливо будет достаточно низкое, тогда у нас удастся часть этих денег высвободить, направить на реновацию. Мы сейчас работаем над этим вопросом вместе с правительством Мурманской области. Что касаемо ТГК-1 в Мурманской области, у нас проводятся сейчас масштабные модернизационные работы. Верхнетуломская АГС. Один гидрогрегат уже заменен полностью и запущен в эксплуатацию. Мы сдали в эксплуатацию гидрогрегат. В процессе реконструкции мы намереваемся заменить все четыре агрегата, которые на этой станции находятся. Сейчас подходим к началу работы по второму агрегату, но немножко отложили начало работ для того, чтобы в условиях вирусной инфекции не завозить сюда персонал из других регионов. Станислав Валентинович, а вот эти все модернизации, которые проходят, что они дают энергосистеме Мурманской области, и что они самое важное дают каждому из нас? Да, ну что касаемо работы оборудования ТГК-1, Верхнетуломская АГС, мы, конечно, получаем значительно более надежное оборудование, которое будет 50 лет гарантированно работать, в следующие 50 лет гарантированно работать без серьезных, как мы представляем себе, поломок. Потому что действующие гидрогрегаты уже выработали свой ресурс, находятся уже в сложном техническом состоянии, конечно, уже подошла техническая пора их заменить. Что касаемо того, что мы получаем на выходе, и в том числе потребителя. Ну, во-первых, мы увеличиваем установленную мощность Верхнетуломской АГС, даже на целых 32 мегаватта. Это может быть не так много, но в условиях пока еще энергодефицитного северной части Мурманской области мы получаем дополнительную мощность, которая обеспечит надежность энергоснабжения с точки зрения системы именно на севере Кольского полуострова. Я себе представляю, что энергии много не будет. Это касаемо и развития гидроэнергетики, это касаемо и строительства ветрового парка, на самом деле для нас это конкуренция. Но, тем не менее, мы тоже прекрасно понимаем, что лучше иметь ресурс, который можно применить, когда он потребуется. Мы все надеемся на развитие каких-либо производств. Мы все видим, что идет развитие западного берега Кольского залива, транспортного узла. Мы все ждем нового потребления, нам очень нужны потребители, мы в них заинтересованы, мы хотим давать свою энергию новым потребителям. Пока это некий резерв, но я уверен, что развитие будет в Мурманской области, и, конечно же, наш ресурс будет обязательно востребован. На этом предлагаю показать видео, как раз завершилась модернизация Верхняя Толомская ГЭС. Внимание на экран. Верхняя Толомская ГЭС. Верхняя Толомская ГЭС. Верхняя Толомская ГЭС. Верхняя Толомская ГЭС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот я не успела задать вопрос по поводу обратной связи с вами То есть наверняка у людей после нашей программы все равно останутся какие-нибудь вопросы Как с вами можно связаться, как можно задать свои вопросы? Да, конечно, я напомню, что на каждой квитанции есть телефоны расчетного центра и клиентского центра Мурманской ТЭС Расчетный центр больше занимается самими расчетами Структурой расчетов, уточнением характеристик расчетов площадей и так далее Это можно сделать с нашими расчетными центрами, в которых мы работаем, у каждого он свой И в квитанции это определено А Мурманской ТЭС, разумеется, готова дистанционно продолжать обслуживание граждан У нас указаны также телефоны, они размещены и на квитанциях, и на сайте Мурманской ТЭС Вы всегда можете их найти и позвонить, и мы всегда с удовольствием определим путь Или сами поможем, или направим в тот центр, где детально расскажут суть вашей проблемы Спасибо, что приняли участие в нашей программе и подробно ответили на все вопросы Спасибо вам большое Это была программа «Коммунальный детектив» Оставайтесь на «Артик ТВ» До свидания Субтитры подогнал «Симон»